Сегодня в студии генеральный секретарь Белорусской профессиональной танцевальной лиги Елена Уримагова и многократные финалисты чемпионата Республики Беларусь, призеры Кубка Республики Беларусь по танцевальному спорту, победители и призеры международных соревнований Александр Голубицкий и Полина Песецкая. Доброе утро вам! Доброе утро! Ну что, Белорусская профессиональная танцевальная лига – очень молодое общественное объединение. Вот расскажите, как давно вы образовались и в чем задача главная? Это правда, у нас такое знаменательное событие, потому что наша регистрация произошла в день, когда очень такой значимый во всем мире – это 19 апреля, день международного танца. Для нас это так показательно, поэтому мы, начиная с первых дней, уже начали активную деятельность нашу основными принципами и задачами, основными целями нашей организации – это координация деятельности на территории Республики Беларусь всех танцевальных видов и направлений посредством закона воспитания патриотизма молодежи, детей, подрастающего поколения и любви к нашей замечательной Родине. По всей территории Республики Беларусь мы контактируем с многими организациями, это клубами, с их руководителями во всех областях, по популяризации нашего прекрасного вида, проведение совместных мероприятий и, конечно, набор детей, который для нас очень важен. Мы привлекаем, начиная с пяти лет уже, чтобы приходили к нам танцевать. И также мы огромное внимание уделяем физическому развитию детей. Елена, скажите, а танцевальная лига – это только для профессионалов, либо могут и просто любители танца вступить в общество? Да, профессиональная лига приглашает всех, у кого есть желание танцевать. Даже если нет такой, скажем, возможности, мы находим время, мы проводим вечера, контактируем с разными учреждениями образования. Это одна из задач нашей. Также мы хотим, привлекаем сюда всех танцоров и спортсменов, которые уже долгое время танцуют и связывают, мы направляем, чтобы они связывали свои деятельности дальше, свои профессии. Это поступление в Университет культуры, Университет физической культуры и спорта, для того, чтобы продлить свою специальность. Потом мы возвращаем, пытаемся возвращать их к себе, для того, чтобы они начинали уже с более маленького возраста расти детей, спортсменов и готовить их к спорту. Поэтому мы приглашаем всех, даже если не умеют люди танцевать. А если не умеют и не хотят особо учиться, но очень любят наблюдать? Для них проходят, во-первых, мероприятия. Все соревнования, которые проходят на территории Республики Беларусь, мы рекламируем их, мы всех приглашаем. В частности, вот такое мероприятие будет проходить 15-16 октября, международный турнир. Александр, Полина, расскажите, как давно вы вместе танцуете? Наша история началась, наверное, лет 8 назад. Мы стояли в паре, мы танцевали. Но потом, по стечению времени, наши пути разошлись. Но 3 года назад мы снова стали дуэтом. И пока никаких предпосылок на то, что мы расставаться будем, точно нет. А скажите, насколько вообще важно найти партнера в танцах? Ну вот помимо того, чтобы пара была внешне, там гармонично, да, что еще важно? Очень важно ментальное состояние, именно партнерство. Когда ты во время тренировочного процесса, да и помимо него, просто в жизни вы хорошо общаетесь, ладите, вы понимаете друг друга, вы сходитесь где-то с характерами. Иногда даже хорошо, когда вы не сходитесь. Это дает небольшой рывок именно в тренировочном процессе. Ну вот у вас есть какие-то вот жесты, может быть, с полуслова, где вы понимаете друг друга, вот эти вот моменты? На паркете, в жизни, как это у вас отражается? Я бы сказала, что да, есть такие моменты на тренировках, на соревнованиях. Уже такие тонкие аспекты, там, например, введений какие-то такие технические, где мы уже на ощущении, на взгляде понимаем, что что-то не то, и быстренько исправляем. Есть такое. Но это уже просто такой момент, что мы давно вместе, и уже хорошо чувствуем друг друга. Елена, вернусь я к международным соревнованиям. У нас танцевальный спорт всегда был на высоком уровне. В стране очень много фестивалей, конкурсов у нас в Беларуси проводится. Наши спортсмены выезжают за рубеж. Вот пандемия, коронавирус как-то помешали этому? Остановился ли процесс, как у многих музыкантов, артистов и так далее? Мы продолжали тренироваться. Я знаю, что это делали многие клубы. Слава богу, у нас спортсмены сильные, поэтому мы стойко выдержали это. И уже, наверное, год назад у нас начался такой более активный процесс соревнований. Мы участвовали. Ну вот 15-16-го, ближайшие, это будет международный тоже, да? Это международное соревнование, которое ежегодно проходит. Мы активно принимаем в них участие под живую музыку. Очень красиво, правда, очень-очень достойно. Вот просто самый лучший турнир, я считаю, на международном уровне. Один из лучших. Проходят также фестивали. Мы принимали активное участие, вот абсолютно летом недавно, мы принимали активное участие в 10-м республиканском туристическом слюде «Патриотическая песня». Вот ребята как раз танцевали, все, Саша в военной форме, очень красиво было, действительно достойно. То есть в мае, в мае мы выезжали, да, у нас были международные выездные соревнования в Португалии. То есть беспрепятственно ребята выступили, хорошо, заняли первое место. Ребята, скажите, а бывали ли у вас такие самые досадные ошибки на соревнованиях, которые до сих пор в памяти, и что это? У меня, например, было такое с предыдущей партнершей, вот как раз в тот момент, когда мы с Полиной расстались в первый раз. Это был чемпионат Республики Беларусь. Мы готовились к выходу на паркет, очень долго, очень старательно, и за паркетом получалось все. Тренер была очень довольна, она видела, что глаза горят. Ну, они действительно горели, но, к сожалению, ожидание было настолько долгим, и продолжительная была подготовка, что они перегорели. Поэтому, выйдя на паркет, я не почувствовал ни тела, ни сам паркет, ни публику, и это сыграло очень большую роль в самом результате. Для меня, мне кажется, это абсолютно субъективный вид спорта, вот с вашей точки зрения, профессиональный. Всегда ли объективно судейство? Либо вот обычно говорят, ну нет, нас засудили. Так говорят, и это действительно субъективный вид спорта. Но задача спортсменов максимально подготовиться и, выйдя на паркет, показать свой максимум. Станцевать, может быть, постараться даже еще лучше, чем было на последней тренировке. Чтобы уже точно не было сомнений в том, что ты выложился, и вот твой результат, каков он есть. А что важно помимо техники? Костюм имеет ли какое-то значение? Общая харизма, не знаю, внешность артистов. Артистичность, внешний вид, визуальное отношение пары к зрителю, то, как они смотрятся на паркете. Это очень важно все. Потому что, поэтому он называется субъективным спортом. Потому что есть, помимо технических моментов, которые мы исполняем на паркете, есть еще визуальный эффект пары. Еще основной, вот параллельно, да, профессиональный центральный лиг, хорошо, вы задали вопрос по поводу судейства. Мы организовываем и проводим судейско-тренерские учебные конгрессы. Касающиеся, то есть судьи проходят конгрессы, сдают экзамены. И за счет того, как уровня подготовленных пар и экзамен, они получают свои судейские категории. И важная задача, основная задача, есть спортсмены, у них есть своя задача. И задача тренеров, над чем мы работаем, вот именно не создавать этот вопрос, досудили. То есть, если танцуешь всегда очень хорошо, от слова очень хорошо, круто, высоко, как я, мой принцип, если танцуешь на 10 уровней выше всех остальных, результат не заставит себя ждать. И вот это очень важный психологический момент для того, чтобы не переключить танцора из основной его направленной деятельности, когда он выходит, танцует свободно. Он просто кайфует на паркете, не думает о том, как же судья там, просудит меня, пройду я в другой тур или не пройду. Вот это уже есть профессиональный танец, когда спортсмены выходят, и ты смотришь на них, и получаешь полную удовольствие. То есть гармония костюма, пары, совпадение с музыкой, музыкально. Ну что ж, сегодня, мне кажется, действительно танцуют абсолютно все, везде разные направления танцуют. И в ТикТоке, и различные проекты танцевальные. Я вот знаю, что планируется возродить проект «Танцы со звездами», так ли это? Ну, правда, есть такая идея, есть такая мечта. Немного интригу запрещено. Да, немножко интрига, над этим мы работаем, потому что у нас действительно хочется больше популяризации танцевального вида, потому что сегодня танцуют, может танцевать вся страна. И это красиво, это эстетично, это позитивно. Когда все на позитиве, тогда жизнь становится прекрасна. Так много говорили мы сегодня о танцах, а напомню, что сегодня у нас в гостях были генеральный секретарь Белорусской профессиональной танцевальной лиги Елена Уримагова и многократные финалисты чемпионата Республики Беларусь, призеры Кубка Республики Беларусь по танцевальному спорту, победители и призеры международных соревнований Александр Голубицкий и Полина Песецкая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова